Одна из миссий клиники Хадаса это трансфер знаний. Причем трансфер знаний не только международный, то есть из других стран в нашу клинику, но и из нашей клиники на территории нашей страны, клиники группы компаний и в том числе пользователь оборудования Вариан. В нашей клинике установлен экспертное оборудование Вариан для проведения стереотоксической радиохирургии, стереотоксической радиотерапии. И компания Вариан выбрала именно нашу клинику в качестве такого своеобразного референсного центра, то есть место, где можно проводить обучение пользователей из других клиник, которые пользуются таким же оборудованием, которые установлены такие же линейные ускорители и которые хотят научиться делать стереотоксическую радиохирургию и радиотерапию. Поэтому возник такой проект. Ранее эти школы проводились исключительно за рубежом, но в связи с тем, что сейчас сложилась такая политическая ситуация, эти школы начали локализоваться в России. И вот как раз клиника Хадаса является таким центром обучения пользователей Вариан. То есть на эти школы приезжают другие пользователи, это врачи-радиотерапевты, медицинские физики и техники лучевой терапии. Школа проходит у нас в клинике в течение трех дней. Эта программа составлена как бы совместно с фирмой Вариан на основании также каких-то рекомендаций, которые выполняются в других клиниках. В общем она включает в себя теоретическую часть, это лекции, лекционный материал, который охватывает определенной локализацией основы лучевой терапии, стереотоксической лучевой терапии, радиобиологии. Практические занятия, когда мы проходим вместе с пользователями, с участниками школы «контраевание», мишени облучения, планирование лучевой терапии, вот. И также демонстрации клинических случаев, то есть мы в том числе демонстрируем наш опыт, наши реальные клинические случаи, как мы проводим эти процедуры стереотоксической радиохирургии. Мы показываем облучение начальных стадий рака легкого неоперабельной, начальной стадии рака представительной железы, локализованный процесс, течение олигометастатического заболевания и стереотоксическую радиохирургию опухоли головного мозга, метастатических в основном. То есть это те обязательные области, которые мы должны показать пользователю, ну и собственно те основные показания стереотоксической радиотерапии, радиохирургии, которые используются, при которых она применяется во всем мире. В этом году школа прошла успешно, разобрали все основные темы, прослушали лекции, в том числе последние данные, которые на сегодняшний день актуальны именно по стереотоксической радиохирургии и радиотерапии. Мы посмотрели интересные клинические случаи, было два очень интересных случая лечения олигометастазов. В одном случае проводилась стереотоксическая радиохирургия высокой однократной дозой пациента с метастазом меланомы, солитарный метастаз, верхнюю долю легкого. То есть вот проведение за один сеанс такого в России в принципе не увидишь, потому что эта методика, она, так сказать, зарегистрирована, используется за рубежом, в России не используется, мы ее используем. И вчера была очень интересная тоже была процедура лечения стереотоксической метастазы в забрюшином лимфоузле, солитарного метастаза. Мы тоже проводили стереотоксическую радиохирургию за один сеанс. Достаточно успешно пациент, все хорошо, он себя хорошо чувствует, ну и, собственно, ученики тоже, я думаю, им было очень интересно посмотреть такую процедуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова